Лай-Ля-Туль-Кадр, ночь предопределения, является самой великой ночью для всех мусульман, ибо в это время возможно получить очень большое вознаграждение, равное вознаграждению за поклонение в течение тысячи месяцев. Всевышний Аллах в Коране сказал Лай-Ля-Туль-Кадр, ночь предопределения, лучше тысячи месяцев. Сура Аль-Кадр, аят 3. Также в хадисе от Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорится, «Когда наступил Рамадан, сказал посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, и в нем, в месяце Рамадан, есть ночь, которая лучше тысячи месяцев, и кто лишен ее блага, тот поистине лишен». Также приводится от Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, что пророк, алейиссаляту ассалям, сказал «Тому, кто выстаивал в поклонении ночь Лай-Ля-Туль-Кадр с верой и надеждой на награду Всевышнего Аллаха, простятся все его предыдущие и прежние грехи, поэтому каждому человеку следует совершить как можно больше поклонений и выбирать такие поклонения, которые рекомендовано совершить в эту ночь и за которые можно получить больше всего вознаграждения. Лучше всего заранее подготовиться к этой ночи. По воле Всевышнего мы перечислим некоторые деяния, которые следует совершить в ночь Лай-Ля-Туль-Кадр и в ходе подготовки к ней. Первое. Заранее составьте список дуа, того, что вы желаете попросить у Всевышнего Аллаха в эту ночь, ибо дуа в эту ночь принимаются у всех мусульман за исключением некоторых грешников. Второе. Читайте дуа, который рекомендовал пророк, саллиллаху алей вассалям. Атайшада будет доволен ее Аллах, передается, что она сказала пророку, алей вассалям, о посланник Аллаха. Если я застану ночь Лай-Ля-Туль-Кадр, что мне следует сказать? Пророк, саллиллаху алей вассалям, ответил, «Скажи, о Аллах, поистине ты прощающий, любишь прощать, так прости же меня». Также в книге Хаши Ассавы приводится, кто скажет три раза нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, Аль-Халим, тот, кто утаивает, прощает грехи, Аль-Карим, щедрый, «Пречисто Аллах, слава Аллаху, Господу Семени Бес и Господу Великого Арша, подобен тому, кто провел в поклонении всю ночь Лай-Ля-Туль-Кадр». Третье. Совершайте ночной намаз с джамаатом коллективно, ибо это равно выстаиванию половины ночи в поклонениях. Четвертое. Совершайте также и утренний намаз с джамаатом, ибо тогда это будет равно выстаиванию всей ночи в поклонениях. От Усмана ибн Афана, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, сказал, «Тот, кто совершил ночной намаз вместе с джамаатом, подобен тому, кто выстоял полночи в поклонениях, а тот, кто совершил с джамаатом и утренний намаз, подобен выстоявшему всю ночь в поклонениях». Пятое. Совершайте также тарових намаз с джамаатом. От Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, сказал, «Тому, кто выстаивал молитвы, тарових намазы, в месяц Рамадан, с верой и надеждой на награду Всевышнего Аллаха, простятся все его прежние грехи. Шестое. Совершайте в эту ночь как можно больше намазов тагаджуд. В хадисе, переданном от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, сказал, «Наилучший намаз после обязательного – это намаз, совершаемый ночью». Седьмое. Читайте в эту ночь как можно больше Коран. В хадисе передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, сказал, «Тому, кто прочтет хотя бы букву из Корана, запишется одно благодеяние, а одно благодеяние приравнивается к десяти». В эту ночь занимайтесь богослужением, совершайте молитвы сунны, если есть пропущенные молитвы, то возмещайте всю ночь пропущенные намазы, поминайте Аллаха, то есть зикр, восхваляйте его, читайте священный Коран, молите Аллаха в своих дуаах. Как известно, дуа – это оружие верующего, свет небес и земли. Правоверный мусульманин знает значение мольбы ко Всевышнему Аллаху, которому подвластно все, и понимает, какой силой обладает искренняя дуа – мольба. Всевышний Аллах в священном Коране сказал смысл. «А когда спрашивают тебя, о пророк, рабы мои обо мне, то пусть знают, что поистине я близок, слышу их мольбы, вижу их покорность и знаю их положение. Я отвечаю на дуа, обращающегося с мольбой, когда он обращается с мольбой ко мне, искренне и с верой в сердце» – сура Аль-Бакара, аят 186. Поэтому пусть каждый, кто обратился к Всевышнему с мольбами, ждет ответа на свои дуа. Ведь и это ожидание является одним из видов поклонения. Чем дольше и труднее для раба ожидание ответа от Аллаха, тем ближе он к нему. Кто-то может возразить, что принимаются не все дуа, ибо не каждому из нас удается выполнить все условия принятия дуа. Тем не менее, даже если Взывающий к Аллаху не может избежать того, что препятствует ответу на его мольбы, он все равно должен просить Аллаха с убежденностью, что получит ответ. В таком случае он получит ответ на свое дуа в будущей жизни или спасется от потерь, которые могли бы произойти в его жизни, но о которых он не узнает. Таким образом, когда мусульманин обращается к Всевышнему Аллаху, его дуа не пропадает. Вызывать к Всевышнему можно практически в любое время, однако есть периоды большей вероятности ответа на дуа. Ночь предопределения. В ночь предопределения Всевышний Аллах ниспосылает гораздо больше благ за поклонение, нежели в другие ночи. В эту ночь с милостью от Всевышнего на землю ниспосылается множество ангелов во главе с Джибрилем мир ему. Праведные предшественники старались делать в эту ночь самые благие дела. А Тайшада будет доволен ею, Аллах передается, что она сказала пророку, алейху саляту ассаляму. О посланник Аллаха, если я застану ночь Лайлату-ль-Кадр, что мне следует сказать? Пророк, саляту алейху саляму, ответил. «Скажи, Аллахумма иннака афуун тухиббуль афуа фа афуанни. О, Аллах, поистине ты прощающий. Любишь прощать, так прости же меня». Передал Ат-Тирмези. Рамадан – долгожданный гость, которого не хочется провожать. Благословенный месяц Рамадан. Как он величественен и прекрасен. Месяц, который бывает раз в году. Месяц, наступление которого ждет вся мусульманская умма. Миллионы мусульман радуются наступлению благословенного Рамадана и тоскуют, когда он проходит. И ждут мусульмане его снова и снова. В хадисе передается, когда наступает месяц Рамадан, небесные врата отворяются, врата ада закрываются, а на шайтанов накладываются оковы. Хадис передал имам Аль-Бухари. Рамадан уникален тем, что в течение всего священного месяца сатана не может помешать благому. Он не может сбить с пути истинного человека, не может вселить в его мысли что-то дурное. Если дело обстоит таким образом, то за эти благословенные дни можно совершить то, на что не хватает силы воли в другие месяцы. Богослужение в этот месяц наполнено чем-то особенным. Оно более смиренное, более почтительное к Создателю миров, более проникновенное и чувственное, более глубокое, с пониманием того, для чего всё это делается. Пост соблюдали все пророки. И пророк Адам, и пророк Нух, и пророк Ибрагим, и пророк Сулейман, и пророк Муса, и пророк Иса, мир им всем. Приписан он был и нашему пророку Мухаммаду, алей-иссаляту вассалям. Месяц Рамадан – долгожданный гость, которого мусульмане ждут с большим нетерпением, всегда ждут с радостью, а провожаются слезами. Он всегда приходит вовремя для того, чтобы мы начали или продолжили своё служение Создателю миров, чтобы научились ещё больше ценить дары Всевышнего Аллаха, для того, чтобы мы научились ценить всё то добро, которое нам оказывает Творец, для того, чтобы мы наконец-то научились жить правильно и свои деяния соизмерялись с нормами Ислама, для того, чтобы нашли ту единственно правильную дорогу, которая обязательно приведёт к вечному счастью. Рамадан – благословенный месяц. Это месяц уникальной возможности приближения к Всевышнему Аллаху, уникальная возможность для укрепления своей веры, чтобы избавиться от всего плохого, от того, что беспокоит душу и сердце. Не теряя ни минуты, мы должны всё время находиться в служении Всевышнему Аллаху, ища Его довольства, а проведя достойно Рамадан, постараться жить так и в другие месяцы. Рамадан – месяц старта добрых и богоугодных дел, и эстафету этого месяца должны перенять и другие. Исправившись однажды, мы не должны больше сбиваться с этого пути. Надо воспользоваться возможностью, которая неизвестна будет ли в следующем году. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Есть много постящихся людей, которые, соблюдая пост, только голодают. Есть много молящихся по ночам людей, которые, совершая молитвы, только проводят бессонные ночи». Адис передал имам Ибн Маджа. «Да убережёт нас Всевышний от попадания в это число, и да наставит на путь истинный. И дай Аллах, чтобы мы могли ещё не раз встречать и провожать благословенный Рамадан, который поистине лучший в году». Субтитры создавал DimaTorzok